Всем добрый день! Время уже 3 часа. Сегодня у нас 25 декабря. У меня выходной. Завтра работаю. Сегодня католическое Рождество. Кто отмечает, всех поздравляю. Сходила в магазин, в супермаркет, да. Потратила 2700. Вроде ничего особенного не купила. Тут даже и пожрать-то нечего. Вот туалетную бумагу купила. По-моему, 90 рублей стоит. Сахар. Не знаю, сколько стоит. Наконец-то купила. Сейчас чек посмотрю. Мандарины марокканские. Я думаю, что вкусные. Я сначала нагребла турецких, а потом увидела марокканские. Но это как в советских времен сохранилось в памяти, что марокканские апельсины лучше. Также мандарины, наверное. Поэтому турецкие выспала. Взяла вот эти марокканские. Яблоки красные такие вкусные купила. У нас такие были. Помидоры розовые российские взяла. 250 рублей, по-моему, килограмм. Сейчас посмотрю. Огурцы взяла. Вот эта упаковка тоже рублей 200 с копейками. Перцы. Там цена разная. Вот на красный, на желтый. Поэтому взяла набор. Так проще, чем по одной штуке там взвешивать. Два баклажанчика взяла. Может, пожарю, пока пост поем. Вот шампиньонов, грибов купила. Взяла вот такой кофе попробовать. Не было московской кофейни на паях. Было только жакей, жардины. Вот этот вот поите. Это типа как итальянский, что ли. Попробую вот этот. Хотя, по-моему, это ерунда. Арабика и Робусто. Ну, смесь, она всегда хуже. В следующий раз попробую Джордин взять. Крема. По-моему, это... Это молотый кофе или растворимый? Средняя обжарка. Молотый. Слава Богу, что молотый. Я растворимый вообще не пью. Вот кусочек рыбки взяла. Ну, что тут поесть? Вот тут, блин, 150 грамм, 300 рублей. Ну, что это за цены вообще? Ужас просто. Кусочек рыбки взяла. Нафига у нас икры банка целая? Ну, и крана праздника. Это можно сейчас открыть. Мы ещё сырники не доели. Поэтому я вот одну пачку творога взяла. Вдруг захочется. Надо было две взять. Тащить тяжело. Разве всё возьмёшь? Всё, что нужно. Вот опять закончилось средство для посуды. Хотя две банки было. Сметанку взяла нам с котом. Молочка. Пакет в заначку. А то иногда так молоко. Вот оливковый манец взяла. Ну, что тут на 200 суток? Я даже не знаю. Ну, такие цены сейчас. Я ещё хотела две шоколадки с орехами взять с порта. Потом, как цену увидела, размером с полшоколадки 140 рублей одна штука. А я хотела две взять. Это на 300 рублей. И сразу выложила обратно. Думаю, нафиг. Ещё за 150 рублей шоколадки я покупать буду. Тем более, какие-то там импортные. А вот можно чек глянуть. Ну, что деньги потратила? Сейчас посмотрим. Ну, блин, лак облез. Не знаю, где лазила. Завтра сотрусь. А, я жидкость не купила. А её там не было. Второй день смотрю жидкость для снятия лака. А у меня закончилось. Чем мне смывать-то буду? Так. Да, блин. Почему было написано, что мандарины? Это не мандарины, это клементины. На 390 рублей почти взяла. А почему написано мандарины? Кошмар, блин. Яблоки 137. Я или без копеек говорю, или округляю. Грибы 170 рублей килограмм 300. Так, что я тут ещё взяла? Сметана 63, сахар 60, кофе 300, ну, 299, 90, ну, 300. Томаты на 285 рублей я больше килограмма взяла. А так 250 рублей килограмм. Нормальная цена, в общем-то. Так. Баклажаны 150 рублей, творог 43, огурец 202, вот эти вот 5-6 штучек маленьких. Туалетный бумаг 75, надо ещё купить дёшево. Упаковка 4 штуки. Молоко 78, моющие средства 65, майонез 110. Вот этот кусочек рыбы 330 рублей. Перец, одна штучка 100 рублей. 200 рублей, вот эти два перчика, один перчик 100 рублей. Как говорится, кушайте, не обляпайтесь, ни в чём себе не отказывайте. Цены, конечно, сумасшедшие. А если бы я ещё взяла тебе две шоколадки, спорт с орехом, с цельным фундук или чё там, это было бы ровно 3 тысячи бы я отдала. Вот так сходи в магазин, да, пенсия 13, а один раз сходила за продуктами, трёх тысяч нету. Может, я деньги не умею тратить? Может, надо где-то в светофоре закупаться, а не в супермаркете. Да, он, кстати, недорогой магазин. Если бы я пошла в тот же перекрёсток, всё вот это стоило бы намного дороже. Ну, это я как бы к праздникам затариваюсь. Кофе взяла, чтоб был. Я в тот раз пачку кофе всё-таки нашла дома. Вот такой вот жардин, но мне не нравится вкус. Вообще, хочу московской кофе. Вот это вот с робустой тоже, наверное, не очень. Надо чистую арабику, московскую кофейню на паях. Кстати, нету, всё расхватали. Хорошее всё сразу расхватывается. Надо купить московскую кофейню на паях. Хоть молотый, хоть в зёрнах. Вот единственное, там чисто арабика. Всё, ребятки. Время 3 часа. У меня щекой не валялся. Я вчера вечером после работы рыбу жарила. Так что рыба у меня есть. Макарошки мы доели почти. Рис сварю вечером. Больше ничего не буду готовить. У меня единственная проблема. Я сейчас вот думаю, уборку мне делать сегодня или оставить на другой день. Завтра я работаю. У меня до Нового года ещё два дня. Вот среда и пятница. Наверное, в среду уборку будут делать. В среду мне никуда не надо. В пятницу я на стрижку записана. Поэтому плюс один на улице. Ничего себе погодка для конца декабря. Ну, гололёд. Вроде плюс один. А идёшь и боишься навернуться. Пересекать дворы нельзя. Ходишь только вдоль домов. Потому что там хотя бы асфальт, тротуар хотя бы оттаивший или солью посыпанный. Не знаю. А если ты будешь пересекать двор по этим маленьким тропинкам, там лёд. Там всё во льду. Там никто ничего не убирает. Поэтому до магазина приходится идти какие-то круги нарезать. Чтобы не навернуться. Всё равно местами лёд. Идёшь, вот прям боишься упасть. Руки, ноги переломать. Ещё не хватало на больничном сидеть. И так зарплаты нет. Ну, получать нечего. Ещё не хватало, блин, навернуться на больничный, сесть. Нет уж. Поэтому я хожу очень аккуратно. Лучше, конечно, под ноги смотреть. Особенно если снег там. Потому что наступаешь. И как бы даже... Продуктов-то полно. У меня полный холодильник. Мне, в принципе, уже к Новому году, я, в принципе, могу уже ничего не покупать. Тем более на Новый год я буду одна. Мне много не надо. У меня и так тут полный холодильник. Куда уж больше-то. Мне это за месяц не списку, да, набрало. Может, что-то заморозить можно. Я посмотрю, если что-то не съедим, может быть, можно как-то это, заморозить. Те же грибы или перцы доставать по мере необходимости. Что-то прям нагребла, нагребла, как будто, знаете, вот из голодного края. Блин, я иногда эти упаковки все вытираю, обтираю, а сегодня чуть-чуть так покидала. Сметану вовремя купила. У кота сметана закончилась. Я ему утром последнюю высыпала. Цены растут, ребятки, на продукты. Кефир забылся купить. Ну ладно, у меня йогурт есть. Завтра на работе йогурт водил. Все, да, продукты убрала. Единственное, что я могу еще купить к новогоднему столу, если учесть, что я одна на Новый год буду, я, наверное, куплю себе баночку холодца готового. Не буду же я для себя готовить лоханку целую. Тем более, я 30-го работаю. 31-го с утра схожу в магазин. Наверное, в этот, как его, Добрынинская кулинария. От магазина в магазин Добрынинский. Куплю себе пироженки, корзиночки. Такие в упаковке. Любительская корзиночка, как в советское время такая. Куплю себе 4 корзиночки на Новый год. Вот, пачку, пачку куплю, куплю баночку готового холодца. И, наверное, все. Икра у меня есть. Сделаю бутербродики. Вино у меня крымское есть. Одна я шампанское не буду открывать. Нафиг. Оно уже испортится потом. Я же не выпью целую бутылку. А вино у меня есть крымское. Налью вина, да и все. Вино попью. Шампанское потом откроем. Сегодня, кстати, католическое Рождество. Но мы не отмечаем же его. Не надо нам ничего католического. Мы православные, христиане. Пусть они идут лесом. Эти католики. Это вон в Украине у нас католическое Рождество. Они забыли, кто они, откуда, кто их предки. Мусор надо вынести. Люди забыли своих предков, свою религию. Предали, продали всю Родину, землю, религию, историю дедов своих, прадедов. Все продали и предали. И гордятся этим. Такое впечатление, что вся страна помешалась. С ума просто сходили. Ну, ничего. Каждый получает то, что заслуживает. Тут у них там на церквях эти кресты почернили. В Киеве. Как там называется этот собор-то? Лавр? Не Лавр, а как же. Забыл, какой там собор. Софийский. Ну, кресты почернили. Это не к добру. Потому что предали. Бога предали. Все предали и продали. Расплата будет жестокой. Так, ладно, ребятки. Ничего я в этом не понимаю. Особо. Тут понимать не надо. Если человек всех предал и продал, то бумеранг пролетит. Рано или поздно. Даже не надо сомневаться. Что у нас там с погодой? Плюс один. Видите, там небо немножко посветлело. Время три часа. Пять минут четвертого. Солнышко уже вот там за тучами на закат пошло. Немножко он светит. Небо немножко посветлело. Но я думаю, что... Через полчаса будет темно. А у меня, как всегда, дилемма. Спать, лечь на часок поспать или уборку сделать? Я что-то так устала. Я на нолягу посплю часок, а потом подумаю, делать уборку или нет. Отдыхать тоже надо. И надо себя заставлять делать что-то. Если нет ни сил, ни желания. Ну, не надо. Тем более в таком возрасте, уже на пенсии, притруждаться ни к чему. Нужно делать только то, что приносит удовольствие. Жить надо в кайф. Делать только то, что нравится. Ну, иногда приходится делать то, что надо, то, что обязанное. Должны. Кому должны? Никто никому ничего не должен. Я вот должна только на работу вовремя приходить. И нормально работать, раз уж пришла. Ну, всё. Больше я никому ничего не должна. Ну, может быть, матери ещё чего-то там должна. Больше никому. Так, ладно, ребятки. Всем пока-пока. Пойду я отдыхать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.